всем привет вы находитесь на канале моя жизнь мое хобби 4 июля 2023 года проверяем дубовые посадки прошлый раз здесь было много дубовиков крапчатых кстати посмотрим что появилось через несколько дней как вы видите в кадре дубовики зачетные вообще так сеточки у них не вижу хороший влад оливковой бурой от крапчатого отличается оливково бурого сеточка присутствует на ножке так смотрите что у нас еще тут березовик уже такой довольно взрослый его проверены и под осиновый я думаю это все мы с прошлого раза здесь пропустили мы не видели смотрите какой зачетный обалдеть и он вполне себе великолепен старый березовый разлагается сейчас здесь кучку положим потом грибницу где-то нашел побережу всем привет там вижу вижу да послушайте мы это остатки до остатки того скажем той волны созыва новых ничего пока не видим разломался и он начал переворачивать его за ветку немножко сляпка чистая ножка пробита давай слышали что какая-то машина проехал это мотоцикл или мотоцикл да чистый давай посмотрим что здесь у нас нормально вот ходы есть вот все чисто чисто круто ну классный да он да и вот дубовики но в них я не сомневаюсь малыш посмотрите как красиво внизу шляпкой шикарный вообще цвет тоже отлично конечно я в дубовиках я никогда не сомневаюсь когда-то были червивые это большие могли быть червяны уже их редко берет червь дело в том что из дубовиков а в них содержится какой-то антибиотик из него выделяют из этих грибов поэтому наверно когда они червивые это значит черви больные лечится до походу сейчас мы с вами находимся в аллеях приехали проверить через несколько дней получается на это али и мы в прошлый раз не дошли уже поздно было устали так что тут сосеночки такие маленькие и вдоль этих сосен маслятки и чистенькие и вот они посвежее вышли обещают дожди с пятницы где что может быть еще на следующей неделе выйдет что будем мониторить теперь более чаще чем до этого месяца скажем так подрежь будь добр такие соплевики да эти по суше пробитость есть ну не этот выкинштейн чисто но у нас горюшка сегодня обеспечена до побережу и кима слято подачиваете дубовики жарится не нибудь вот и дома вещи а мы на природе ну да ну да Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки эта посадочка нам кое-что преподнесла небольшой сюрприз в виде одного белого гриба. Но ножка у него, смотрите, все съедено. Даже ее не получится никак нормально вытащить. Смотрите, тут просто холодец. Да, сегодня без перчаток и, наверное, зря. Хотя они в кармане. Ну, просто грибов мало попадается, поэтому без перчаток. Влад, подожди, пожалуйста, отрежь шляпку. Подрежь шляпку. Подрежь под шляпку. Там есть, что резать? Да, покажем. Какой-то... Ужас ли. Представляете, что здесь? Вот вам и финиш. На рассаду, как говорится. Ну, а у нас уже в корзиночке кое-что имеется. Березовый попался, который в кадр не вошел. Маслятки зачетные. Маслята 90% без червяков. А вот белые, почему? Почему? Да, влажные с них течет молоко даже. Аллея пройдена практически до конца. Осталось метров 20-30. Чуть-чуть вышли за пределы аллеи. Бывшее поле. Сосинки здесь растут, березки. И вот не стоят два подберезовика шапарных. Рядышком я видел маслят. А, вот и парочка тоже. Шикарно. Скользкие, смотрите. Слизенькие. Ой, даже три. Получается, это змей-горыныч. Ну, он сросшийся один с другим. Змей-горыныч. Перешли на другую аллею. Тут маслят мы не видим. Но зато видите, да? Один раздавленный. Возможно, палка упала. И второй. Это бомба. Ну, конечно, они, Влад, ржавые. Ну, естественно. Ну, второй раз посмотрите. Ну, понятно, что они такие. Ну, соответственно, нормально. Я считаю, такие вот на воду. Отлично. Нет, где вы это понятны? Мы, наверное, вряд ли что вырежем здесь. Но все равно. Но это пока не режет. Красота. Хотя красота. Это истинка. Орежешь? Да, конечно. Начнем с уродца. Ну, он не уродец. Он поврежденный. Да, извините. Согласен. Ну, отрежь вот это вот, что там, три дырки. Что тут на поджаге есть. Так, но этого понятно, что он... Все равно, да, не мой. Да, пока тут сложи. Будем резать пополам. Да не, положи. Я хочу так подержать, хочу еще поносить. Да, запах не прям холодный. Я думаю, сразу вот так. Да, подбольше. Ну, это я хочу сказать, что со шляпки намного много что достанется, я думаю. Шляпка очень простая. Давай, пока так. Перед жаркой подрежем, посмотрим. Местечко хорошее. Да. Прям три в одном месте. И если бы не палочка не упала, да, на них. Ну, скорее всего, да. Может быть, мы там видели, как-то сейчас поделим. Нет, ничего. Но, реально. Хотя надо здесь применять. Возможно, этот третий, он был бы таким же мощным, большим. Я думаю, да. Он перестал развиваться из-за того, что он был поврежден еще в раннем возрасте. Но все равно что-то выросло, да, вы на нем? В смысле, из него. Ну, видимо, повредил не человек руками, скажем так, а что-то упало. Поэтому у него палка или еще что-то. Когда гриб повреждается в природе, это отбор. Когда человек улезает, другие улезают. Короче, еще попался. Вот только мы закончили съемку, как обычно. В онлайне не получилось найти. Весь в песке. В земле. Ну, твердый тоже. Красавчик, да? Какие бочата здесь по березам. на той аллее один и здесь уже четыре. Я счастлив. Ребят, эстетика великолепнейшая. просто. Шикарно, да? Травку уберем. Травку уберем. Вау. Понаслаждаетесь. Мне очень нравится. Ну, мягкие, да. Ну, для красоты посмотреть, полюбоваться самое то. А покушать будут еще осенние хорошие. Белые. Да. Ничего же. Ничего с ним поделаешь. Это лето. Хотя в том году мы летом шляпки 90% взяли. Видите? Еще, еще Влад нашел. Ну, обязательно доберемся. И уже больше, да? Количество штук. Да, качество плохое, но будем смотреть шляпки. что нам покажет. Влад решил осинки вот эти просмотреть. Но там ничего нет. А вот по пути прямо на дороге красавчик белый. Червивые, да? Но для эстетики, для красоты, для удовольствия пособирать. просто классно. И оттуда принес раз, три, пять. Вот на дороге нашел и вот он растет здесь еще один. Иди, подрежем. как же они крепко держатся. Не, тут все понятно. Ну, Видно, конечно, высоко не поднимай, прям тут речь. Я понял. Это вот это там был, да? Нет, вот он. пониже прямо над этим режет. шляпка смотреть. Да, конечно. И этот вид, наверное, дешево пополам. Ну, почему? Что-то вырезать можно. Конечно, серединку вот уберем. Ладно, оставим. Давай, дорогие, подрезай, поживенье. Пойдем. Вот это было. Влажный такой. Я думаю, со шляпок мы что-то вырежем, конечно. О! смотрите-ка. не жаренка микс будет. Да. Не, это будет вообще в хламлат. Скорее всего, да. Да. Да, оставит положить. очень быстро под камерой водишь. Да? Извините. Прошу прощения. Давай еще чуть-чуть. Главное, там внутри червей нет. Вот такие остатки у нас получились. Да? Удача, фарт. Ну и просто природа нам помогает. Они так сидят крепко, их не вырвать, честно. Слушай, это вообще молодой, Влад. Это прям вообще молодой. подрежь эту ножку. Давай. Обалдеть, красота. Да, это совсем смотрите, песочки. Давайте посмотрим. Развлекся сами. Ну, да. Пониже сразу, Да. ближе к шляпке будет, Ну, есть проточина. Ну, шляпку, я уверен, что мы возьмем. Ну, этот нам намного хуже, да. Прям под шляпу. Это нет, с этого мы ничего не возьмем с вами, ребятки. Хотя, хотя, ну, почему? все равно. резать, допустим, сзади, да? Конечно. Почему бы это не взять? Вот, Вот, чистейший гриб. Смотрите, вообще чисто. И почему бы не взять это? Так, глядишь, по чуть-чуть, по чуть-чуть, получается у нас не было здесь воскресенье, понедельник, а сегодня вторник. Смотрите, какие они выросли размером за эти 6, за эти 2,5-3 дня. Рост их достаточно быстро. Ну, и червяки, черви не дремлют. Не дремлют. В общем, вот так вот за 2 дня, 2-3 дня вырастает гриб. Летом. Чтоб вы понимали. Да, качество не очень, но шляпки мы возьмем. Может быть, не все. Что-то придется вырезать. вот такая летняя судьба белых грибов. Ну, соответственно, наша. Зашел, куда вышел? Березовики? Да. молоденькие, хочу я сказать. Ой, какие они белые под шляпкой с гимнофором. Посмотрите. Ну, смотрите, что после подберезы мы увидели. это шедевр. Природный. Узлетаем? Давай. Мягкие, но не без этого. Ну, покажи его так, снизу. Смотрите, все скользует, заскользует. Да, вот кажется, он просто чистейший. Но это обманчиво, ребятки. Вообще, в идеале, да? Да. Но это все обманчиво. Он идеален. Сыроежка? Ну, а почему нет? Если она чистая, мы возьмем. Мы не стираемся никакими грибами. Она чистая. Это наш вариант. Так, давайте проверим подберезовички. с белыми мы понимаем, что как бы все плоховато. Обстоит дело. Да. Сразу вниз. Тоже не очень. Вот, нормально. Есть такие точечки, но я думаю, шляпка будет чистейшая. Так, есть. Есть, наверное, чисто. Ну, давайте белый. Наверное, сразу вниз. Да, на первый взгляд идеальный. Оу. он идеальный червивый. Ну, опять же, середину вырезаем, края забираем. вот они красавчики мы, конечно, не считаем, поэтому не скажем, сколько в штуках они нашли. попались. они нам попались. это просто классно. нет. Да, нет. 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 Вау, бедя, бедя А эти-то Это масленок такой огромный Они какие-то Подберезы Тварь, а подберезы Они фонарки И масленок такой Смотрите, он не маленький С виду казался только-только Появилась шляпка Короче Не получилось у меня ничего с ним Блин Он чистый Единственный чистый гриб Надо убрать Все это, но тут нереально его было Вытащить Только с лопатой Надо очистить рябничку Влад Там нужна была лопата И его, наверное, вообще чистый весь Но видишь, что с ним стало Почему получается все так с красивыми грибами, не знаешь? Ну, блин Он чист На, забери, я пойду плакать Сейчас, подожди Так нечестно Ну Ну, чтоб ты понимал Я Так до ножки До грибницы Не докопался О, как далеко мы вернулись Сейчас покажу вам тоже Просто сумасшедший размер И он не один Я даже не знаю, что на заставку Буду ставить Чистая нога, да, у него? А? Он чистейший Вот этот Я в сяпку положу сразу, да? Ну что, посмотрим эти Ну, вот эти, я сомневаюсь, что были чистые Конечно Ну, тот, я У меня была надежда Причем, очень большая надежда была Ну, конкурузный початок Пронял, я тебе расскажу Да, он мягкий, я сразу не стою Ну, наверное, вообще Будьте шляпи, она Не факт Шляпа очень бодрая Представляете, размер Нет, шляпа хорошая будет Размер Размер Вот Жалко, жалко Но это Это участь летних грибов Конечно Так-то Если увидели Гриб небольшого размера Маленького Лучше Заберите его Потому что Даже если его потом Позже кто-то найдет Летом Грибы растут очень быстро И они Червеют Практически Моментально Червеют Червеют Видите, что происходит Смотрите Червяки Видны Они Вышли Посмотреть Кто Осмелился Сорвать их Еду Потом Повырезать Да Так Ну, чтобы вы понимали Корзиночка наша И волшебное перышко Счастливое Смотрите Смотрите Как вот этого Разорвало что-то Шляпка Ну, вы понимаете, да Что Шляпка Раньше Упала Повредилась А он еще рос Гриб Его нога И она И она Довольно Твердая Но Увы Скорее всего Она Да Вся червивая Вот Красавчик Идем Дальше Еще Одна Наша Посадка Здесь Мы Насчитали 13 Белых В одном месте Смотрите Маленький Какой-то Хилый Большой О Даже 14 Видите Все Хана Тоже Вот Более-менее Шрепенький Вот Малаши Попробуем Вытащить Здесь не совсем Смотрите Просто Лупка Тоже Тоже На вид Там Труба Так что Невезуха Здесь В этой посадке Ну посмотрим Может быть дальше Повезет Требет 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...